Сочи занял первое место в крае по эффективности работы муниципальных образований. Об этом стало известно на открытой сессии городского собрания. Передача заброшенных сельхозземель, ремонт дорог и газификация аулов. Эти темы стали главными на заседании Адыгэхасы. В Сочи демонтировано почти 40 нелегальных шлагбаумов и цепочек. Полицейские провели рейды во дворах многоэтажек. В Сочи принимают конкурс «Краса России» и жеребьевку для финалисток сегодня провели дельфины. Последние разработки в стройиндустрии собрали в Краснодарском Экспограде. Там открылась международная выставка «Юг Билд». Официальный старт ее работе дал глава региона Вениамин Кондратьев. В павильонах представлены товары для ремонтных работ и даже для строительства зданий. И, как отметил губернатор, почти 70% материалов отечественного производства. Международная выставка «Юг Билд» состоится уже 28-й раз. На ней обсуждаются вопросы, какой будет жизнь для людей, какая будет жизнь вокруг людей, какими будут наши города завтра. И поэтому я хотел бы, чтобы обсуждение, диалог был конструктивным. В первую очередь в сторону комфорта жизни людей, жителей края, да и всей страны. Благоустройство, парки, спортивные, детские площадки. Новые архитектурные формы сегодня выходят на первый план. Потому что сегодня они максимально востребованы жизнью, жителями. И у нас принципиально важно создать эти самые новые архитектурные формы. Но в то же время сохранить уникальный облик, исторический облик наших населенных пунктов. «Юг Билд» в Краснодаре – одна из самых масштабных строительных выставок в стране. Участвуют в ней около 350 компаний из России, Беларуси, Германии, Италии, Турции и других стран. А самые передовые технологии в отрасли занимают почти 20 тысяч квадратных метров. Отчитался за год. Глава Новороссийска рассказал жителям об итогах работы администрации за 2017-й. Вместе с депутатами и общественниками доклад Игоря Диченко принимали губернатор края Вениамин Кондратьев и спикер ЗАГСа Брания Юрий Бурлачко. За минувший год по всем отраслям экономики отмечался рост. Аграрии на 37% увеличили сбор овощей. Оборот розничной торговли составил 36,5 миллиардов рублей. А основные налоговые отчисления в казну города по-прежнему приходятся на транспортный комплекс. Отдельное внимание в 2017-м местные чиновники уделяли градостроительной политике. Предприятиями строительного комплекса города выполнено подрядных работ на субу 11 миллиардов рублей, что составляет 125,8% к предыдущему году. Сдано в эксплуатацию 248,3 тысяч квадратных метров жилья, в том числе многоквартирного 211,6 и индивидуальное жилого строения 37,7 тысяч квадратных метров. Я бы хотел предостеречь сейчас и новороссийцев, и вас как актив, что не нужно увлекаться точной застройкой. Сверяйте часы с интересами жителей. Не может власть быть во всем права, только потому что на власть у нее есть возможность, она берет и реализует проекты. Вот эти проекты в первую очередь для горожан. Поэтому с горожанами надо хоть как-то периодически хотя бы часы сверять. Нужны ли им вот те жилые комплексы, которые сегодня растут. Давайте не убьем ее, в том числе и набережную Новороссийск. Она видовая, она достойна портового города крупного, как Новороссийск. Я думаю, она не нуждается в каких-либо дополнительных ресторанчиках, ресторанах, кафешек или еще что-то запланировано. По уровню социально-экономического развития Новороссийск занимает третье место в регионе. Но все так же почти половина жалоб. Жители, которые поступают к губернатору, связаны со сферой ЖКХ. Вениамин Кондратьев сообщил, что из бюджета региона планируют выделить больше 250 миллионов рублей на реконструкцию Троицкого водопровода. На эти деньги планируют построить почти 20 километров сетей. Но по-прежнему в Новороссийске остро стоят вопросы газификации. Голубого топлива нет в шести населенных пунктах муниципалитета. Городскую власть губернатор призывает не давать пустых обещаний, а обозначить конкретные сроки подключения к газовым сетям. Я согласен, что за газ должен кто-то платить. Я абсолютно согласен, что пять домов не нужно газифицировать, если все в населенном пункте. Но, коллеги, я здесь призываю к чему? Я к честности, открытости и прозрачности. Если мы не будем газифицировать этот населенный пункт, давайте не давать людям надежду, а скажем, что из-за экономических моментов, а ведь во всем есть экономика, мы этого делать не будем. Вот я к этому призываю, то есть власть быть честной, открытой. И тогда люди поймут, что их не обманывают и за нас их не водят. При первой же возможности органы государства власти направляют появившиеся средства на решение острых социальных вопросов. В эту среду, 28 февраля, будет сессия законодательного собрания Краснодарского края, на которой будет рассматриваться инициатива главы администрации и губернатора Краснодарского края. О дополнительном выделении средств на развитие и дорожной сети, дополнительное финансирование пойдет на программы в области ЖКХ, создание новых мест в садиках, школах, на отрасль культуры, социальную защиту, спорт и многое другое. Доклад главы муниципалитета о проделанной работе депутаты Гордумы приняли единогласно. А неравнодушным горожанам за активное участие в жизни Новороссийска Вениамин Кондратьев вручил благодарности. Инга Габешия, телекомпания ФКТ Сочи занял первое место в Краснодарском крае по эффективности работы муниципальных образований. Такие итоги за 2017 год сегодня озвучил вице-губернатор Кубани Алексей Копайгородский. Он принял участие в открытой сессии городского собрания Сочи. В повестке дня значился всего один вопрос. Это отчет главы курорта Анатолия Пахомова о работе администрации в прошедшем году. На сессии в Зимнем театре побывала и наша съемочная группа. В целом 2017 год прошел для города успешно. Начал свой доклад Анатолий Пахомов на открытой сессии городского собрания Сочи. По многим направлениям город достиг существенного прогресса, подчеркнул мэр. Доходы бюджета исполнены на 110% от плана, что позволило выполнить все социальные обязательства. Так, в 2017 году на социалку было направлено 57% всего городского бюджета. За счет строительства новых детских садов в Лао, Верхний Берантин, за счет открытия нового детского сада в Черешне, который построили военные, мы ввели в прошлом году 620 дополнительных мест. А еще школу на 400 мест в Веселом. Продолжается возведение новой школы в Совет Кваджи. На очереди Мамайка, Дагомыс и Макаренко. Расширяются и возможности сочинской медицины. В этом году распахнет свои двери новый перинатальный центр. На новый уровень вышло и качество дорог. В прошлом году за счет бюджета края удалось отремонтировать 96 улиц. На текущий дорожный ремонт в прошлом году выделялись средства и из городского бюджета. За счет собственных средств мы отремонтировали 67 тысяч квадратных метров дорожного полотна. И на этот год мы уже получили 270 миллионов рублей, которые уже будут в первом квартале направлены на ремонт теперь межквартальных дорог. Безусловно, главный фактор, влияющий на благополучие Сочи – это работа санаторно-курортной сферы. В 2017-м Сочи принял 6 миллионов 375 тысяч туристов. Но для того, чтобы Сочи мог и дальше функционировать как круглогодичный курорт, необходимо принять кардинальные меры в решении мусорной проблемы, отметил депутат Госдумы Константин Затулин. А решение – это строительство современного мусоросжигательного завода. Его стоимость – 23 миллиарда. Этот комплекс не потребует вложений со стороны местного, краевого или федерального бюджета. Это инвестиционные средства. Вопрос этот будет, безусловно, обсужден, в том числе и выбора места для этого производства. По любому случаю, окончательное решение за сочинцами. В целом же, по итогам 2017 года, Сочи занял первое место в Краснодарском крае по эффективности работы муниципальных образований. Все самые сложные проекты мировые, наши российские, по указанию нашего президента, по указанию нашего губернатора, были внедрены и очень правильно освоены только на вашей территории. Впрочем, впереди предстоит еще много работы, отметили на открытой сессии горсобрания. Это водоснабжение и газификация отдаленных населенных пунктов, переселение из аварийного жилья, борьба с незаконными сбросами, а еще благоустройство города. В том числе, путем открытия новых парков и скверов. На этот год таких запланировано 8. Галина Моисеева, Ольга Десятого, Николай Тихонов, телекомпания «ФКТ». Передача заброшенных сельхозземель, ремонт дорог и газификация аулов – эти темы стали главными на заседании Адыга-Хасе – Общественного совета адыгов-шапсугов. На плановой встрече присутствовали и представители городских властей. В зале представители 24 первичных организаций Адыга-Хасе – те, кто живет в аулах и не понаслышке знает о проблемах земляков. Таким составом сделано немало. В прошлом году проведена большая конференция по родному языку, организован отчетный концерт адыгских ансамблей, снят фильм о быте адыгов в Лазаревском и Топсинском районах. Сочинские делегаты участвовали в заседании исполкома Международной черкесской организации. Помимо сохранения национальных традиций, членов совета волнуют и более земные вопросы. Для их рассмотрения на встречу были приглашены представители городских властей. Главное, чтобы мы работали всегда в конструктивном русле, в интересах стабильности в нашем обществе, согласия. И чтобы наша работа, она в той или иной мере способствовала дальнейшему социально-экономическому и развитию нашего общества, укреплению согласия между народами и конфессиями. Вот пример. 130 гектаров земли предприятия «Шапсукский чай» заброшены. Только 30 из них сдаются в аренду. Жители аулов готовы возродить былую славу местного чайного листа. Но для этого необходимо передать неиспользуемые земли муниципалитету, а только потом арендаторам. Этот вопрос взят на рассмотрение. Другой вопрос – ремонт улицы Чаидх в Большом Кичмае. Часть ее проходит по федеральной земле, а значит вести там работы нельзя. С согласованием власти также обещали помочь. Отметили собравшуюся и уже проделанную работу. Так в ауле Наджиго благодаря участию муниципалитета отремонтирован Дом культуры, появились сотовая связь и проводной интернет. Теперь там на базе начальной школы планируется сделать музей быта шапсугов. Город может помочь. И в этом отметил председатель городского собрания Виктор Филонов. Но местные активисты должны оформить просьбы в виде наказов своим депутатам. Пожалуйста, принимайте самое активное участие в этих делах. Потому что действительно мы уже в мае месяце, вот мае месяц приближается, мы сейчас будем закладывать наказы на 2019 год. Пожалуйста, включайте, смотрите, что надо сделать вот таким образом, чтобы на клубы, на детские сады мы посмотрели. К слову, до 1 марта будут определены сельские территории, где в этом году появятся новые детские уркаут-площадки. Идет проектирование газопровода, который обеспечит голубым топливом северную часть Лазаревского района. Это поселки Аше, Шхафит и Тихоновка. Для безопасной прокладки труб построят и новый мост в Шхафит. На это уже запланированы 120 миллионов рублей. Сейчас изыскивают средства на ремонт и еще одного моста в ауле Большой Кичмай. Там же по просьбам членов Адыга Хасы рассмотрят вопрос о реконструкции клуба. Впервые объединились по инициативе главы Сочи Анатолия Пахомова сочинские зоозащитники, представители администрации города и депутаты провели первое общее собрание. Главный вопрос – создание рабочей группы, которая выработает цивилизованный и комплексный подход к контролю численности безнадзорных животных на курорте. Расскажет Инга Габешия. В выходной день в зале Дома культуры Центрального района практически не было свободных мест. Сюда пришли те, кто готов помогать в решении проблем с безнадзорными животными в городе. Руководители приютов и общественных организаций, волонтеры, неравнодушные сочинцы, представители власти. Сегодня было такое предложение создать контактную группу для рассмотрения всех предложений со стороны общественных организаций, общественников, зоозащитников, чтобы было хорошее сотрудничество между администрацией и зоозащитниками. То есть было принято решение создать рабочий орган, межведомственная комиссия. И туда вошли, сейчас вот люди записывались, очень много людей. Участники собрания согласились, что бездомные животные на улицах главного российского курорта – явление недопустимое. Однако решать проблему нужно гуманными методами. Главное из них – стерилизация животных на льготных условиях или даже бесплатно. Это позволит свести к минимуму случаи незапланированных выводов щенков и котят, ненужных хозяевам и как результат выброшенных на улицу. Обращаюсь ко всем, кто меня слышит. Друзья, животные бездомные на улице – это дело рук наших с вами. Поэтому давайте все вместе решать эту проблему. На встрече с главой города, собственно, было достигнуто решение, и глава города пообещал изыскать возможность выделения достаточных средств на проведение стерилизации в нашем городе. Этот вопрос, как, когда, каким образом все это дело провести, он будет решаться. Рабочая группа будет контролировать деятельность фирмы, осуществляющей на курорте отлов, передержку и утилизацию погибших животных. Также зоозащитники готовы всячески помогать существующим приютам и новым, которые скоро появятся в Адлерском и Лазаревском районах. В Лазаревском сейчас подыскивают земельный участок. В Адлере такой приют откроется на территории птицефабрики. В ближайшее время начнется строительство вольеров и необходимой инфраструктуры. Продолжается благоустройство и существующего с 2014 года приюта на Барановке. Работа со всеми коммунальными службами началась. По просьбе Анатолия Николаевича я лично отправил каждому депутатский запрос с четким техзаданием. На сегодня уже Кубань Энерго ответила, готовы работать. Сочи свет, ночное освещение готовы работать. Дорожники готовы сделать туда пока грунтовую дорогу, потому что дорога сама не узаконена. И плюс поставить там остановку общественного транспорта. Сейчас ведутся разговоры и переговоры с МУП «Сочи» водоканал для того, чтобы провести туда воду и сделать там лосы, локальные честные сооружения. И самое главное – огородить всю эту территорию. Окончательный список членов рабочей группы, которая вместе с администрацией и депутатами займется решением всех этих вопросов, будет сформирован в ближайшие дни. Но и остальных общественников, неравнодушных к ситуации с безнадзорными животными в Сочи, не оставят в стороне. Подобные собрания решено проводить раз в квартал. Сохранить семью, избежать изъятия детей. Для этого по поручению главы Сочи Анатолия Пахомова в поселке Учдере проводят настоящую спасательную операцию. Капитально ремонтируют дом и разбирают мусорную свалку, образовавшуюся на придомовой территории. С просьбой о помощи к мэру обратилась многодетная мама Ирина Бастрикова. Органы опеки прекратили ей забрать детей из-за неприемлемых условий проживания. В пятый раз за последние три года в этот двор в поселке Учдере заходит тяжелая техника. Разбирают завалы строительного мусора. Только за день вывозят несколько грузовиков хлама. Свалку организовал отец многодетной семьи Виталий Шаихов. За деньги разрешает сваливать мусор на своем участке. Такой у него бизнес, из-за которого он сейчас реально может потерять сына и трех дочерей. По поручению мэра Сочи в порядок приводят не только двор, но и жилое помещение. И хотя этот адрес хорошо известен и сотрудникам Управления социальной защиты, каждый раз, говорят они, их ждет неприятный сюрприз. Накануне, разбирая хлам в доме, они обнаружили и вывезли в прачечную более 200 килограммов грязного белья. Неоднократно органы опеки предупреждали родителей, что в таких антисанитарных условиях дети жить не могут. Это только ради детей производится, чтобы дети хоть в чистоте пожили, чтобы чистенько, хорошо было, чтобы в тепле они были, чтобы было покушать приготовлено. Ведь им же помогают все люди. И социалка помогает, и Управление соцзащиты помогает, местные жители помогают, 76-й детский сад помогает и вещами, и продуктами, и всем абсолютно. Все люди помогают. Но вот такое отношение этих родителей. На время ремонта и генеральной уборки родители и детей переселили в гостиницу, в номер «Люкс», который они буквально за пару дней привычно захламили. Многодетная семья с 2012 года стоит на учете в Управлении социальной защиты населения, как находящаяся в трудной жизненной ситуации. Было предпринято несколько попыток трудоустроить отца, но он либо сразу отказывался, либо работал не больше месяца. Я бы хотела, естественно, чтобы были нормальные, хорошие условия для детей. Чтобы мне постоянно не грозили, что дети не могут в таких условиях проживать. В очередной раз эту семью пытаются сохранить всем миром. С помощью местных депутатов и предпринимателей им благоустроят двор и отремонтируют дом. Уже заменили кровлю. В ближайшие дни начнется строительство новой веранды, ванной комнаты и туалета. Во дворе решено установить водонагревательный котел. По предварительным подсчетам на это будет потрачено почти полтора миллиона рублей. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ». В Сочи демонтировано более 40 нелегальных шлагбаумов, барьеров и цепочек. Полицейские провели рейды по выявлению незаконно установленных ограничителей проезда во дворах многоэтажек. В дежурную часть УВД регулярно поступают сообщения от местных жителей о том, что во дворах их многоквартирных домов незаконно установлены ограничители проезда. Такие препятствия могут затруднить движение спецтехники, например, при возникновении пожара. На выездную проверку отправились представители городской администрации, МЧС и общественного совета при УВД. По итогам сотрудниками службы спасения демонтировано более 40 самовольно установленных шлагбаумов, парковочных барьеров, крабов, цепочек. Сейчас полиция выясняет, кто занимается незаконной установкой ограничителей движения. Подобные рейды будут проходить еженедельно. Сочинских школьников будут обучать в Сириусе. Отбор в особый инженерно-математический класс начнется уже в марте. Нынешним девятиклассникам предстоит пройти два этапа для того, чтобы войти в особый десятый класс образовательного центра. В последнее время в телефонах все меньше социальных сетей, все больше страничек сайта Сириус. Школьники недавно узнали о предстоящем отборе в инженерно-математический класс образовательного центра. Учиться лучших педагогов, создавать совместные проекты, а по сути ухватиться за некогда недостигаемый уровень в образовании. Это очень интересно и оно открывает большие просторы в жизни, так как инженерных специальностей очень много. Также можно пойти на те, кто знают информатику, компьютерные дела какие-то, IT. Я буду смотреть, например, прошлогодние олимпиады по физике, по математике, чтобы уже понимать, что мне предстоит пройти, чтобы попасть в этот центр. Педагоги заранее прогнозируют, что путевку в специальный класс Сириуса получат, скорее всего, те, кто неоднократно проявлял себя в олимпиадах. Другими словами, воспитанниками образовательного центра должны стать те, кому школьных знаний стало недостаточно. Наша основная проблема, что мы хорошо научились с троечниками, с отличниками и с теми детьми, которые знают больше, чем учителя. Мы работать не умеем, к сожалению. Поэтому для нас это возможность дать для таких детей индивидуальный образовательный маршрут. Если это получится, неважно, с какой они школы. На сообщения об отборе в инженерно-математический класс тут же отреагировали десятки родителей. В школах даже провели родительские собрания. В деталях рассказали о преимуществах новой формы образования и об алгоритме действий для тех, кто собирается пойти на отборочный тур. Конечно, такой уникальный опыт, который можно получить в Сириусе с преподаванием, наверное, лучших учителей России, мы постараемся не упустить и обязательно будем участвовать и подадим заявку и будем готовить портфолио. Заявки на участие в конкурсном отборе принимаются с 5 по 15 марта на сайте образовательного центра. Конкурсный отбор включает в себя два этапа – дистанционную олимпиаду по математике, физике и информатике. В случае успешной сдачи предстоит очный тур. Шанс попасть в специальный класс есть у всех школьников курорта. Правда, претендентов предупреждают сразу – отбор будет не из простых. Три дня в неделю – это лаборатории, аудитории, прекрасно оснащенные, современные нашего образовательного центра, лекции, мастер-классы ведущих педагогов, ученых, а также сопровождение проектной и исследовательской деятельности. Конечно, речь идет об отборе, жесточайшем отборе. Всего зачислят 45 сочинских школьников. Обучение будет проходить на базе 8-й гимназии, лицея номер 59 в Адлере и в современных лабораториях и аудиториях Сириуса. Для школьников из центра города будут организованы еще и автобусы. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ». Вся правда о золоте Сочи хранится в музее истории города-курорта. Сегодня там открылась уникальная выставка, где представлены исторические раритеты, в том числе коллекция золотых украшений, которые выполнены в скифско-сарматском стиле. Перстни, броши, сережки, застежки, фибулы, височные подвески и даже игольник с флакончиком для благовоний выполнены не просто из золота высшей пробы, но и с изображениями из драгоценных камней. Все это коллекция украшений из женского погребения, которое случайно обнаружили в поселке Лао при строительстве одного из корпусов пансионата Магадан в 1960 году. Значительная часть уникальных экспонатов выставки «Мифы и правда о золоте Сочи» античного времени и изготовлены, как отмечают специалисты, с высоким мастерством и изяществом. «Очень большой резонанс вызывала подобная выставка, которую мы проводили буквально два года назад. И на протяжении десятилетий жители города не имели возможности увидеть эти предметы вживую. И только с 2013 года эти предметы, эта уникальная коллекция, принимают участие в наших выставочных проектах». Среди этих украшений один не золотой предмет – стеклянный, но ценность его не меньшая, чем вся эта золотая коллекция. Дело в том, рассказывают хранители истории, что находки датируются первым-вторым веком нашей эры. И стекло в тот период ценилось наравне с ювелирными изделиями. Сосуд с жизнеутверждающей надписью на греческом языке «Радуйся, пока ты здесь» также был найден в погребении в поселке Лао. Хоть выставкой называется «Мифы и правда о золоте Сочи», археологи и ученые мифы развеяли. С незапамятных времен в различных источниках встречаются упоминания о попытках добычи золота на реках Сочи, Кудепса и Мзымта. И один из комплексов экспозиции посвящен теме добычи золота на Кавказе, в том числе на территории нашего города. Кстати, на этой же выставке представлены исторические раритеты, найденные в период олимпийской стройки. Благодаря археологическим раскопкам, которые велись с 2007 по 2013 год, найдено несколько сотен предметов и объектов, которые относятся к разным эпохам – от Палеолита до позднего Средневековья. Это и крепости с храмами, и вооружение. Все это историко-культурное наследие России также можно увидеть на открывшейся в Музее истории выставке. Олимпийская южная столица, а теперь и столица красоты. Сочи принимает национальный конкурс «Краса России». 45 девушек приехали в наш город, чтобы побороться за высокое звание. Это представительницы Уфы, Курска, Нижнего Новгорода, Мурманска, Екатеринбурга, Читы, Крыма, Краснодарского края. 28 февраля страна узнает имя самой красивой россиянки. Ну а сегодня же для конкурсанток прошла жеребьевка. Порядковые номера, под которыми девушки уже завтра выйдут на подиум, определили дельфины из Большого Сочинского дельфинария в парке Ривьера. Столько красавиц разом в Сочи еще точно не видел. Обычное место проведения конкурса красоты – Москва. В этом же году 23-й национальный фестиваль «Краса России» перебрался в Сочи и проходит при поддержке администрации курорта. Полуфинал конкурса уже состоялся. А в его рамках – волнующая дефиля в купальниках, самопрезентация и интеллектуальный этап. Фавориты уже определились. Имя же «Красы России» жюри назовет 28 февраля. Девушкам предстоит продемонстрировать не только свою внешность, но и талант, а именно вокальные и хореографические способности. А вот порядковые номера, под которыми модели выйдут в финале на подиум, определили черноморские афалины. В сегодняшней программе «Большого дельфинария» не только привычное шоу дельфинов, но и жеребьевка. По счастливой случайности первый номер достался представительнице Краснодарского края Кристине Алехиной. На самом деле, не первый раз в этом прекрасном дельфинарии. Неожиданно, что для нас организаторы придумали такую жеребьевку. Я надеюсь, что с легкой подачей дельфинов прекрасных номер один принесет мне удачу. Я вообще люблю по жизни быть первой. И в этом конкурсе, надеюсь, тоже отстаю честь Краснодарского края и стану номером один. Непосредственно город Сочи на национальном конкурсе «Краса России» представляет Валерия Сергеева. Девушка, что интересно, не из модельного мира, а как сейчас модно в Сочи, из спортивного. Валерия занимается профессиональным бодибилдингом. Я очень люблю этих животных и рада, что жеребьевка прошла именно таким образом. Дома и стены, как говорится, лечат, помогают. Поэтому я думаю, что все будет хорошо. Думаю, что артистические какие-то данные в любом случае понадобятся. Понадобится талант, обаяние, харизма. Ну и, конечно, все зависит от желания, а оно есть. К слову, первую «Красу России» выбрали в 1995 году. Это старейший конкурс красоты. И в этом году он проходит под девизом «Сочи – столица красоты». Инга Габеш и Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». Ну и на этом наш выпуск завершен. Я напоминаю, что все новости уже на нашем сайте fkt.com. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго. До встречи в эфире. До встречи в эфире.